Вечная достаточно значительная, она сохраняется, и поэтому и праздник этот не должен терять свой социальный смысл. И даже во времена Советского Союза, когда социальное неравество было меньше, неравество между мужчиной и женщиной в общественном смысле было значительным. Например, в материальном производстве, когда носилки нужно носить, женщин 50%, а вот КПСС – руководящая сила. Как вы думаете, какой процент был у женщин в КПСС? 11%. 11%. Видите, разница. Ну а сейчас, тем более, опять встала проблема детских садов, ясель. И раньше были такие проблемы, что еще и замуж не вышло, уже очередь встает в детский сад, детей в ясли отправлять женщины. А сейчас другие прибавились проблемы, ухудшаются условия труда. Вот нам уже Минтрут сообщил, что сейчас облегчат перевод женщин из категории особо тяжелого труда, их труд, и особо опасного, и особо вредного в просто опасный, вредный и тяжелый. Со снятием, соответственно, додбавок, зарплаты и так далее. Давно еще собиралась, та публика, которая делала перестройку, собиралась сделать так, чтобы женщину с детьми малолетними можно было отправить в командировку. А потом говорят, у нас есть безнадзорность, детская преступность и так далее. То есть эти проблемы у нас, к сожалению, пока не разрешились, а еще и обострились. Ну, некоторые органы работают над углублением этих проблем. Например, Министерство образования наше родное за три года сократило количество вузов, соответственно, студентов, соответственно, и преподавателей в два раза. Таких темпов сокращения образования еще не знала ни одна страна в мире. И наша страна этого не знала. Мы можем даже взять эпоху царизма, я думаю, там не занимались сокращением вообще образования. Там медленно училища развивались, но они росли все-таки. А тут раз и... Ну, кого-то не нужны люди образованные и умные. Потом вы научитесь и будете критиковать кого-нибудь. А так сидите, помалкивайте и все. Так, я хочу вас проинформировать, что вот у меня вышла такая книга, называется «Диалектика. Ключ к истине» совместно с Пучковым Гоблином, в которой имеется пять бесед по диалектике, имеющих прямое отношение к тому, чем мы с вами будем заниматься. Первая беседа о философии. Вторая беседа – введение в науку логики. Третья – о выведении категории в логике. Четвертая – о диалектике революционной России. Пятая – о диалектике перехода к коммунизму в капитализм. Что у нас и произошло? Беседа шестая – о науке логике как системе. Беседа седьмая – единственная борьба противоположностей в современной России. Эта книга издана в издательстве «Питер». Там обозначены города Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Минск. Эта книга в том числе по материалам разведопросов сделана, которые были на канале. Тупичок гоблина. И тираж – три с половиной тысячи. Ну вот, хотя, на прошлой неделе появилась эта книга у нас в магазинах, она как появилась, так же и исчезла. Вот, поэтому, скажем, в доме книги его нету. Вот мы вчера заезжали в Буквоеде, книги уже в наличии нету, заказать можно. Но вот можно зато заказать, где? На сайте piter.com, издательство «Питер», по электронной почте, букс собакопитер.ком, по телефону 703-73-74. Товарищи сказали, что через Озон можно ее заказать. Ну и получается так, что вот в нашем доме книги я купил 295 рублей. А когда если заказать, то дешевле получается, потому как. Видимо, она издавалась, напечатана она в Казани. И, видимо, там лежит тираж, заказы принимают и посылают тем, кто заказал оттуда. Поэтому, когда они сюда приезжают, уже, так сказать, это не первоначальная цена, которая у меня там была. Так, значит, мы с вами добрались до марксизма. Вот. Это не значит, что существуют современные философии, только вот учение марксистское. Я сейчас остановлюсь и на других учениях, которые есть в наше время. И есть два понятия современной философии. Современная в смысле того, что какие сейчас философии бывают, а какие бывают? У нас и астрология бывает. У нас и воскрешают людей. Помните, Гробовой был такой? Не слышали? Который матерям, которые детей потеряли, обещал, что дети будут воскрешены. Только он не сам воскрешает, а он берет 30 тысяч и вам дает методику воскрешения. А если они не воскреснут, то, значит, вы мало еще трудились над этим. Это во-первых. А во-вторых, а у вас не было конфликтов никогда с ними? У вас никогда не было конфликтов? Были. Ну, вот видите, значит, он уже воскрес где-то ходит вот тут. Ну, вот к вам пока не подходит. Надо еще больше трудиться сердцем. В общем, короче говоря, посадили его. У Гробового. Вот. А одна моя дипломница даже в этой, так сказать, участвовала вот в этих делах. Поэтому она мне даже, пропагандируя какой он такой хороший, книгу давала Гробового, в которой было указано, что вот он доктор наук физико-математических и профессор. Я как посмотрел, что в один и тот же год он доктор наук и профессор, я сразу понял, что это липа. Потому что, чтобы стать профессором в звании, значит, надо не менее года проработать на должности профессора. А на должность профессора может человек вступить, только если у него звание, есть доктор наук. Но в редких случаях доцент может вообще. Поэтому никак не может совпасть присвоение докторской степени и звания. Вдобавок, там вот написано, как у нас называется тот орган, который присваивает ученые звания и присуждает ученые степени. Как вы думаете? Кто-нибудь знает? В Москве? Не знаете, поэтому можно вас так же обманывать. Потому что там было написано, все красиво напечатано, вот как действительные документы написано. Высший аттестационный комитет. Ну, а это моя коллега, которая мне принесла, она не знала, как там это называется. Вот тот орган, который на самом деле присваивает настоящее звание и степень, называется Высшая аттестационная комиссия. А мы комитет можем? И у него это не запрещено. Вот вы будете в комитете, вы и я. Ксервис умеете делать? Сейчас мы на компьютере сделаем соответствующие штуки. Будем вот этим... Вот тут сидят лохи. Будем этим лохом продавать. Продавать будем эти самые... Они же не знают разницы комитета или комиссия аттестационная. И будем продавать. Вы, наверное, встречали там вот в переходе Невский и в гостиный двор продавали дипломы, аттестаты. Но докторские там в открытую не продавали. Ну, а мы тут сделаем с вами... Сейчас же время, что бизнес. И не надо бизнес кошмарить. Это для тех, кто хочет на нас нападать. Даже вот Дмитрий Анатольевич сказал, не надо кошмарить бизнес. А то придут, у нас все отберут, не дай бог посадят. Не надо кошмарить. И проверки должны быть никогда не... Чтобы не были внезапными. То есть вот когда вы знаете, что... Мы знаем, что вы придете. Мы и стол накроем, и конверты туда положим, что-нибудь. Приходите нам по плану только. А вне плана не надо. А то вне плана вы придете, а мы как раз курицу зеленую отмываем с помощью хлорки в белый свет. Я говорю, вы не видели такую картину? Нет, я видел по телевизору. Как внезапную проверку сделали. В большом гастрономе эти зеленые курицы. Я говорю, их выберут, потом снова в полиэтиленовом мешочек и бабушкам продадут. Бабушка, конечно, старенькая. А это им люди делают, молодые. Им жить надо. Так им для этого деньги надо. Так вот, если мы поставим вопрос о том, что значит современная философия. Ну, вот один ответ такой. Современная – это та, которая в наше время. Вот если, значит, одна и та же концепция, она продолжается сейчас существовать, она и в 22 веке будет, и в 23 веке совершенно. Правильно? И я уже вам говорил, что такое здравый смысл. Здравый смысл – это обрывки всяких там курсов в несистематическом порядке прослушанных в вузах и остатки умерших философских систем. Всегда человек не бывает с пустой головой. Там, если в ней нет настоящей научной системы, но мусор там есть. Обязательно. Поэтому все могут философствовать. Только философия бывает разная. Поэтому те люди, которые употребляют такое понятие – вот философия 21 века. Это потому, что он до этого вот так, только сейчас стал ей заниматься. А у него 21 века, потому что он ничего другого не видел никогда. Или говорят – вот у нас социализм 21 века. Я был в Греции на конференции научной. Ну, и там были такие товарищи из Латинской Америки, что у нас социализм 21 века. Конечно, я вас говорю, может быть, только 21 века. Потому что вы в 20 веке не смогли, как в России, сделать революцию. Вы можете только в 21. Но, может, у вас не получится, у вас будет социализм 22 века. А если еще задержитесь, 23 века. То есть вы как бы отсталость хотите свою выдать за некое преимущество. У вас преимущества нет. Ну, и как? Получился социализм 21 века в Венесуэле? Нет. Там даже переходного периода нет от капитализма и социализма. Потому что для того, чтобы был переходный период, надо хотя бы в 21 веке выучить, что начинается переходный период с установления диктатуры пролетариата. А никто там ее не устанавливал. А то, что вы хороший человек, или там, допустим, президент оказался хороший человек, это и любит Ленина. Любовь к Ленину не является характеристикой социализма. Точно так же, как вот Сурайкин. Любит он Сталина. 20, там сколько у него? 12 сталинских ударов сейчас. А путь, дорога есть к этому хорошему, светлому, о котором он говорит? Нет у него никакой дороги. Он никакому рабочему классу не обращается. Нет у него вот именно то, что отличало научный социализм от социалистов-утопистов. Поэтому есть у нас социалист-утописты, есть вот один кандидат в социалист-утописты, а остальные буржуазные. Такая картина. Жалко вот Бруденеву. Вот привязались к нему, понимаешь, но опять нашли 11 счетов и 147 унций золота, больше килограмма. Ну что за люди! Не дают человеку народное предприятие. Давайте сделаем тоже народное предприятие. Вы будете народ, а я буду с золота складывать в банки за границей. А называться это будет? Я не буду называть то, что я получаю прибылью. Как я буду, должен называть? Я же работаю. Ну вот, будем считать, что это моя зарплата. Если она у меня больше, значит, я больше у вас работаю. Правильно? Ну подумайте сами. А вы скажете, а мне нужно достойную. Так если вы такую получаете, значит, вы такой достойный. Значит, вы другой недостойный. Правильно? Логично? Это хитрое такое слово «достойный». Нет, чтобы говорить, дайте нам зарплату на уровне стоимости рабочей семьи. Так это надо 164 тысячи давать. Для нормального воспроизводства работника, членов его семьи. Чтобы троих детей содержать. Чтобы воспроизводилось население России. Ну, а вот достойную сюда. Сколько у вас стипендий? Что это 1500? Значит, вы достойны 1500. А больше, чем 1500, вы и не достойны. Ну, что вы еще экзамен не сдавали? Неизвестно, сдадите ли. Что заранее платить? Ну, а уже когда подойдет экзамен, а что потом уже платить? Вы и так учились без платы. То есть, очень часто интересно формулировки используются. Вообще, вот диалектику еще нужно изучать, чтобы вас не держали за баранов. Потому что, если человек вот не привык оперировать категориями, его легко обмануть. Например, как вы думаете, в трудовом кодексе, как называется зарплата? Это что такое? Там определение дается. Юристы поработали. Как вы думаете, что зарплата? Только не вы думаете, а как вот зарплата определяется в Трудовом кодексе России? Уважаете Трудовый кодекс России? Закон. Уважаю Трудовый кодекс. Кто не выполняет закон? Ну, как вы его уважаете? Уважаете, но не знаете. Значит, не уважаете. Кто уважает Трудовый кодекс? Я не читал. За что вы его уважаете тогда? Закон же. Мало ли что, закон. Законы же переделывают все время. Видите, как дума все время строчит новые законы. А я бы не строчил, если были надежные законы. Она же все время меняет и меняет. Дескать, а что, Машка, криво шьешь? А я еще пороть буду. Поэтому переделывают. Если я буду не уважать, так это я преступник? А вы кто думали? А вы и есть преступник. Ну, вам дают на прокорм сколько там? 1500 рублей. Больше-то вам ее нельзя давать. Я не знаю, на какую сумму дают преступник. Ну, больше дают, кормят-то. На большую сумму. Но вы-то не проживете же месяц на эту сумму. Ну, значит, преступники. А преступники живут, значит, им больше платят. Я такой вывод сделал. Значит, вы хуже преступлений? Ну, выходит, да. Выходит, что вы хуже. А почему? Вы только что еще готовитесь к преступлениям. А вы еще не совершили его. Так. Да кто знает, что такое зарплата с позиции Трудового кодекса? Значит, ну, это я вас проинформирую. Вы можете проверить. Надо все проверять, потому что сейчас обманывают люди. На каждом шагу. Кто-нибудь там раз, вон, уже залез, смотри, вот он же проверяет. Пожалуйста. Заработная плата вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работников сложности и количества. Спасибо. Достаточно. Подробнее всего не надо. Вознаграждение за труд. Значит, так. Вот вы же будете моим рабочим, а я буду капиталистом. Да? Значит, в современной России за один час труда вырабатывается зарплата работника. Остальные семь часов труда, это вы создаете мою прибавочную стоимость. Теперь, как назвать то, что вы получаете? Вот я, поскольку я же у власти, не вы же у власти. Вы кто такой? Вы не у власти, а я у власти. У меня средства производства, фабрики, заводы, пароходы, монополии. И я, значит, кто этот в трудовой колбас придел? Мы приняли или вы приняли? Мы. Вознаграждение за труд. Вот теперь вы попробуйте попросить большую зарплату. Я вас вознаградил. Награда эта. А вы скажете, я вам дал эту медаль, вы говорите, дайте орден. Я дал орден, вы говорите, дайте мне другой орден, дайте мне герои России. Так, не стыдно вам, а? Такой молодой. Как он, что я видел? Так, а кто кого вознаграждает, если вот вы получили одну восьмую от того, что вы сделали? Кто кого вознаградил? Вы меня вознаградили. Вот. Вот прибавочная стоимость, это вот то количество продукта, которым вы вознаградили своего эксплуататора. А написано, что... Ну и так далее. То есть надо то есть философию изучают для того, чтобы... Не только для того, чтобы вы разбирались там, где исторических вопросов крупных, но и для того, чтобы вас вообще не обманывали. Потому что обман-то тут налицо. Или другой обман. вот цены должны соответствовать затратам труда? Должны? А затраты труда с ростом производительности куда идут? Вниз или вверх? Вниз. А цены у нас куда идут? Вверх. Вверх. Что такое? Объясняю. А также объясняю популярно. Я собственник средств производства. От экономии, которая получается от снижения затрата труда, я получаю прибыль. Вам ничего не дам. Мои средства производства. Я вкладывал. Вам ничего. Вы работаете. А и потому что то, что вы сами считаете это вознаграждением за труд, зарплату, если вы начнете просить больше награды, это неприлично. В нашем обществе это неприлично. Значит, раз сокращаются затраты, значит, я от этого получаю дополнительную прибыль. А если еще цены поднять? А это сверхприбыль. А в целом? А в целом у нас? А в целом получается такая картина, что за 2016 год, количество долларов миллионеров выросло на 10%, а долларов миллиардеров на 11%. И вас это удивляет? Правильно, вас не удивляет. Вот представьте себе, что у меня тысяча человек. Таких, как вы, которые вознаграждают. Я которых вознаграждаю все время. Вот я их вознаграждаю, вознаграждаю, а потом, ну, что-то сильное я их вознаграждаю. Надо тысячи рублей снять с него. С него, и с него, и с него, и с него, и с каждого. А тысячу на тысячу сколько будет? Миллион. Ну, тогда неплохо. А вот ты что-то думаешь, если два? Снять, так это два миллиона? А если я в медиабизнесе, бизнесе, вот как Собчак. Представляете, сколько у нас в этом СКК мест спортивно-концертном комплексе? Сколько? Несколько тысяч. Ну, несколько тысяч. Сейчас вот там товарищ, которого я вознаграждаю, он сейчас скажет. Он без вознаграждения сейчас скажет. Вообще уже. по сознанию необходимости работать на общую пользу трудится. Человек коммунистического завтра. А вот трудится сегодня? 20 тысяч мест. 20 тысяч мест. Вот считаем. Кого пригласили? Стаса Михайлова пригласим? Пригласили. Пугачева пригласим? Тоже пригласили. Этого самого Галкина пригласим? Кого еще? Какие предложили? Киркорова обязательно. Кобзона. Ну, сколько им дадим? Сколько набираем? Пять получилось? Пять. По миллиону дадим? По миллиону дадим. Дадим. Пять миллионов отпало. Так, билеты по чем будем продавать? По две с половиной тысячи. По пять? Да не надо такие большие. Пусть народ идет. Четыре. Четыре умножаем на двадцать. Восемьдесят. Восемьдесят. Чего? Восемьдесят миллионов? Пять отдаем этим дружникам голоса. Сколько остается? Семьдесят пять. Ну, там надо же организация, потом надо... Потом мне-то надо, а вы у меня же заместители. Я же не могу столько же получать, сколько и вы. Правильно? Это будет как-то непонятно. В нашем обществе это непонятно будет. Тогда скажут, так пусть он тогда руководит. А если я руковожу, то кто должен получить? Значит, сколько, говорите, сколько остается? Восемьдесят отнять пять, семьдесят пять. Ну так, семьдесят пять. Ну, сорок пять я забираю, естественно, себе. Остается тридцать, да? Ну, а тридцать вы уже делите сколько? По пятнадцать. По пятнашке. И все, за один вечер. Нормально? А что мы получаем? Это вознаграждение за труд? Или это мы перераспределили свою пользу в прибавочную стоимость? Если к нам приходят капиталисты, это прибавочная стоимость к нам идет. Если приходят рабочие, это необходимый продукт. Они свой отдают, правильно? Они меняют вместо масла и мяса, они покупают билет на наш концерт. И смотрят этих вот. И мы обеспечили им прекрасный вечер. Мало еще, мы с них взяли его. Все надо было пять, конечно, взять. Ну, ладно. Ничего. Так что ничего тут удивительного нет. То есть в экономике тихо, медленно все идет. А тут, значит, раз, такой бурный рост. Ну, это очень просто делается. Если думаете, что я придумал. Нет. Это картина с натуры. За три года реальные доходы граждан в России сократились на сколько? А вот на сколько, вы думаете? Сейчас у нас же демократия. Критик. А? Критик. Нет. На сколько процентов? Критик. На сколько? Критик процентов. Ну, ладно. Не надо очернять нашу. Извините, очерняйте и китайскую. У нас нет такого сильного падения. У нас всего 10. Только на 10 процентов. Это пару дней? Ну, это как угодно. Хоть в доллары переведи, хоть в юаня. Все равно на 10. Меньше. Реальный доход. Реальное количество продуктов, которые можно купить на зарплату. Это доходы. Это, значит, и стипендии, и пенсии у всех. Какие-нибудь доплаты, приплаты. А если мы зарплату возьмем поменьше? 92,5 процента. Зарплата 2016 года реальная. Реальное содержание зарплаты в 2016 году от уровня 2013 года. По данным Академии народного хозяйства и государственной службы, президенте РФ, опубликованной, где? В российской газете, газете нашего правительства. А я, как человек официальный, я официальный же у вас преподаватель, не какой-нибудь там. Вот. Я вам даю данные по нашей главной газете. Российской газете. Так что такое изменение вдруг в положении отдельных лиц вполне возможно при общем ухудшении экономики. А у нас даже общего ухудшения и нет. Оно просто почти на месте стоит. Но благодаря тому, что статистику, органы статистики переведены в Министерство экономического развития, показатели стали лучше. Вот сразу, как только перевели, вот вы бы у меня работали в этом, в Министерстве сказали, что вы такое принесли. Идите обратно и принесите хорошие показатели. Ну, если надо, изменить их состав отраслей. Там, можно же по-разному классифицировать, да? Ну, поработайте. И что вы пришли, и вот так вот просто принесли, и все. Что я буду докладывать президенту? Вот сейчас мы доложим, он как раз пойдет и скажет, что все хорошее. Возвращаясь к этой проблеме, которую я поставил, это проблема современной философии. То есть, вот одна трактовка – это философия, которая сегодня. То есть, вот в некоторых головах как-то застряла какая-то отсталая философия. Они, так сказать, отсталой философии могут столетия из одного столетия в другое переходить. И, как вот все необразованные люди, у них в остатках, остатки умерших философских систем в головах. И вот с этим и живут. И это называется современной философией. Но раскрашена, она выглядит по-другому. Я потом перейду непосредственно к названиям. Она выглядит красиво. Всегда же можно накрасить это так или иначе, правда? И будет хорошо. Только главное, чтобы краску не смывали утром. А то как-то один женился, а утром уже развился. Потому что когда утром встали, она умылась, жена. Нет, я ухожу. Так. Ну вот. А есть другая трактовка современной философии. Что такое современная? Философию надо брать как отдельные разрозненные точки зрения разных философов или как научную систему. Мы же с вами изучаем науку, философию, правильно? А если наука? А наука – это что? Это система знаний. А в системе знаний есть начало, как неразвитый результат. И результат, как развернутое начало. И каждая категория в системе знаний, она отражает или фиксирует те философские течения или другие, если другая наука. Которые в своё время были и которые вошли в эту науку. Потому что каждое философское течение какой-то вклад вносит. Правда? Тот или иной. Можно сказать… Вот нельзя сказать, что философию развивали только материалисты. Это будет совершенно неверно. А если мы скажем, что философию разрабатывали только идеалисты, то уже будет неверно. И даже более того, Ленин говорил, что умный идеалист лучше глупого материалиста. Поэтому не надо задаваться, что я материалист. А что вы такое умное придумали? Если вы ничего умного не придумали, кроме того, чтобы называть себя материалистом, так вы просто этот материализм дискредитируете. Вот и всё. Поэтому систем научных крупных в философии очень мало. Вам хорошо. То есть студентам хорошо, потому что я сейчас вам расскажу, и вы сразу с облегчением вздохнёте. Во-первых, систему построил Аристотель. До него научной системы философии не было. В высоком смысле слова. В том смысле, в каком мы её понимаем. А Аристотель построил. Другое дело, что потом пошли данные естественных наук. Такие и сякие, новые открытия. И оказалось, что она по многому ущербна. Но и пока не было другой системы. То есть вы могли просто находить изъяны в этой системе. Но другой научной системы не было. А какая появилась научная система? Всеобъёмлища, которая впитала в себя то, что в философии прошло с момента утверждения Аристотельской системы. Это Гегелевская система объективного идеализма. Она очень стройна и очень проста с точки зрения построения. Есть только абсолютная идея. Больше ничего нет. Если вы думаете, что вы отдельно есть, вы просто воплощение абсолютной идеи в чёрном свитере. А вы в такой хорошем, красивом платье, очень симпатичном. Вот так. Но всё равно это не вы, а абсолютная идея. Или можно сказать, вы и есть абсолютная идея. В одном из своих каких-то проявлений. И всё. И вы тоже абсолютная идея. И вы. Нечего смеяться. Что, идея сама смеётся над собой. Смешно. Вот абсолютная идея. И она противоречива. И она противоречит сама с собой. Развивается. И доразвивалась она до материи. Это идеализм же. Идея первична, а материя вторична. Она развилась до материи. Дальше идёт точно так же, как у материалистов. Материя развивается, развивается. И до вас развивалась, до человека. А человек кто? Это высшая форма материи, обладающая сознанием. А сознание что? Свойственность. Свойство организованной материи. Любое, что ли? Любое. Ну, смеяться? Какое свойство-то? Свойство. У меня, знаете, какие есть свойства? Я могу у кого-то стукнуть. Это что, свойство организованной материи? Нет. Какое свойство-то? Мышление. Мышление – это свойство? Ну, в какой-то мере, да. Мышление. Сознание. Не хотите? Когда у вас есть сознание, тогда и мышление. Если сознание, вы в присознательном состоянии, мышление у вас нет. Сознание. Сознание как форма, как свойство высокоорганизованной материи отражать материю, и в том числе и себя, как часть материи. Вот если вы сами отражаете в своем сознании всю материю и себя, вот тогда вы представляете высшую форму развития материи. Я всех поздравляю, каждый, кто здесь находится, это высшая форма развития материи. В единичном экземпляре. Каждый. А кто не пришел на лекцию, тот – низшая форма. Передайте им. Я их всех перепишу, и на экзамене так и будет, как низшая форма материи проходить. А какая оценка может быть у низшей формы развития материи, сами понимаете. У нас же государственный университет. А государство – это что? Что такое государство? Аппарат насилия. Аппарат насилия, вот, да. Тюрьмы, лагеря. Что вы помните? Давить, тушить. Ну, правильно же? У вас сколько за коррупцию расстреляли? 10 тысяч расстреляли? Да. Молодцы. А у нас ходят только со знаменами. Требуем борьбы с коррупцией. Причем Следственный комитет сажает, а те, кто не сажает, требуют борьбы с коррупцией. Очень смешно. Навальный хоть одного посадил? А смотрите, сколько уже пересажал товарищ Бастрыкин. Он старостой был группы на юридическом факультете, в группе, где учился Путин. Вот он их и сажается. Путин сам-то никого не трогает. А зачем? Вы бы были председателем Следственного комитета. Я бы сказал, ну, товарищи, мы должны развивать демократию, преодолевать коррупцию. А вы в то время его, 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 и к стенке. И все. Коррупция есть. Все. Вот стенка какая большая такая. И туда потом, в эти шкафы. Ну, короче говоря, в Китае вот борются же с коррупцией? Ну. И все равно коррупция. А почему? Это еще Маркс объяснил. Потому что когда человек 300% прибыли увидит, он теряет сознание. Это в капитале написано у Маркса. Что сначала, вот он, если большая прибыль, 50% нормы прибыли, он оживленный. Потом он, значит, уже готов на любые подвиги, когда 150%. А когда 300%, он готов на любое преступление пойти. Они же не соображают уже. Он выезжает какой-то миллиардер. Потом его там во Франции держат или в Испании. Потому что он все законы нарушил. У вас вопрос? Нет. По-моему, Маркс тогда другого экономиста цитировал. Другого, да. Вы правильно. Но Маркс цитировал другого экономиста в капитале. Ну, да. Ну, я и говорю в капитале. А вы чего? А вы? Вот мы сейчас тоже. И вы сейчас меня процитируете. А я скажу, это студент был. Ну, ничего. Нормально. Я не спорю. Так. Значит. И вот такая складывается ситуация, что вот гегелевская система, она такая абсолютная. Она все охватывает. И вот человечество потом познает мир. И материю познала. Материя познала материю. Но на этом не останавливается эта. Идея-то абсолютная. И она познает дальше абсолютную идею. Человек дальше познает абсолютную идею в лице гегеля. Так. И тогда идея пришла к самой себе. Красиво. Вот это система гегеля. Очень красиво. Эта система гегеля – это не наука логики. Это вся философская система гегеля. Это мы изюм просто выдрали из этой системы науку логики. Там, где берется система диалектики. А это вот вся система. А потом пришли Маркс и Энгельс. Сначала они были младо-гегельянцы. Ну, младо-гегельянцы, то есть кто они были, Маркс и Энгельс? Материалисты или идеалисты? Идеалисты. Поэтому, когда они рассказывают, что мы поставили гегельскую систему с головы на ноги. Вот если вы стояли на голове, а потом встали на ноги. Это что? И смотрели все на меня. Вам кажется, что вы меня поставили с головы на ноги. Правда? Ну, я вот так трактуюсь, что скорее вот Маркс и Энгельс с головы на ноги встали, как философы. Потому что они были идеалистами, младо-гегельянцами, а стали материалистами. Ну, и, соответственно, так истолковали теперь философию. Мы читали такую трактовку философии Гегеля, что получился диалектический материализм. А не идеалистическая диалектика, а получился диалектический материализм. И что с этим материализмом делать? Получается так, что если просто перевернешь философию, то ничего с этим особенно и не сделаешь. Почему? Потому что если вот вы что-то будете неправильное говорить, а я буду это отрицать. Ну, будет это отрицание неправильного. А будет ли это правильное? Не факт. Правильно? Допустим, вот вы скажете 3 плюс 7 – 11. Да? А я скажу, нет, это я отрицаю. 14. И что? Это же отрицание 11. Да, так что если... Вот как некоторые думают, давайте мы все соберемся и выставим. Сейчас призывает кандидата некоторые. Вот Собчак призывает, дочка Собчака. Я Собчака знал хорошо. Он болтал, болтал, болтал. Все радовались, что он ушел на мэра. А он там стал дело портить все. И пока он и не проиграл Яхалеву. И ушел он отсюда. И все вздохнули. Ну, теперь вот дочь пришла тоже. Разговаривать, 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 разговаривать. Вот она говорит, давайте мы все будем против. Все против. Вот вы вот взяли ручку и в рот. Я против. А вы против меня что-нибудь найдите. Найдите не обидное что-нибудь, что-нибудь против меня. Ну что, вы против того, чтобы я все время ходил в белой рубашке? Сказали, приходите в синий. И все. И все плохого. И не обидно, и проверите. Есть у меня еще. Может, у меня ничего другого нет. То есть, вот мы с вами не пойдем туда. Давайте все не пойдем туда. Мы все против. А куда мы пойдем? А вот вы понимаете, как закончатся вот эти наши два по полтора часа. Вы пойдете в одну сторону, вы в другую, в третью, в четвертую. Люди бестолковые в политике и в философии. Они думают, что это какое-то такое единство. Давайте мы все против будем. Все вот осудим движение туда. Туда, собственно, никто и не собирается. И все пошли по домам. И соберемся только в следующий раз. В таком же составе. Только в следующую среду. И это сплошь и рядом. Вот ходят КПРФ и говорят, мы совершаем протестные действия. Давайте протестовать, что вам в стипенде только 1500. А вы требуете 1500 и 20 копеек. Да? Это же протестные действия. А вы и 30 копеек требуете. А вы требуете, надо дать вздохнуть экономике 1400. Пусть они слишком заелись в России. Пусть поживут, как некоторые бедные китайцы. Ну правильно, у вас там есть же бедные. А как? Есть и бедные, и богатые. Все есть там. Там все есть в Китае. Раньше говорили, в Греции все есть. А сейчас вот в Китае все есть. Колоссальные есть успехи, но есть и люди бедные, конечно. В переходный период. То есть есть и капитализм, и социализм, и то, и другое. Вот они борются. Социализм с капитализмом. А кто победит? Ну, сейчас вот он закончит обучение, придет и наладит все. Вверх взяла позитивная тенденция. Отличности же много зависит, правильно? А что вы удивляетесь? У нас вот Путин сидел так же. У меня вот Кудрин сидел. Посмотри, меня в тюрьму посадят за него. Он сидел на деньги, взял и вез в Америку. Дипломник у меня был для них. Это же университет. Отсюда все идут в Москву. А вы в Пекин. Там все ваши, все на русском языке говорят. Я, что все начальство. И я не хочу в Пекин. А вы не в Пекин? Пойдете в Пекин. Отсюда только в Пекин дорога. Не, не, не. У нас отсюда все идут в Москву. Даже в Москве спрашивают. Останавливают. Встречают стрелу. Говорят, вы из Санкт-Петербурга читать, писать умеете? Не хотите ли бы работать в правительстве? Или вот такой эпизод. Стоит один в Москве у другого в трамвай на ноге. А тот, у кого стоят на ноге, спрашивает. А вы не из Санкт-Петербурга? Тот говорит, нет. Не из ФСБ? Тот говорит, нет. Тогда садите, пожалуйста, с моей ноги. А третий такой, что приглашает, ну, вас пригласили обсудить, например, использование в правительстве. Ну, вы, конечно, из Петербурга. А вы говорите, нет. Я москвич. Ну, дети у вас учатся в Петербурге. Нет, и дети, говорит, в Москве. Ну, родители у вас из Петербурга. И родители москвичи. Я коренной москвич. Да. Ну, мы, наверное, вас не сможем взять. Ну, давайте я на всякий случай запишу ваш адрес. Мало ли, всякое бывает. Друг, вот, понадобится, мы вас и вызовем туда. Записываю. Так. Какой город? Так, Москва. Венинградский проспект. Ну, что же вы молчали? Так что, вот так может получиться. Ну, вот, картина получается такая, вот с этой современной системой, что вот есть система материалистической диалектики. А она, как ее применять к обществу? Если она к обществу не применяется, она не современная еще. Ну, что это за современная система такая, которая только берет низшую форму развития материи. То есть она не тянет. Потому что Гегель пробовал диалектику свою применить прямо вот к решению общественных вопросов. Ничего у него не получилось. Пример – философия права его. Жалкая такая книга, даже удивительно, как такой великий человек, такой великий философ мог написать такую книгу, в которой есть, конечно, всегда блестки мысли отдельные, но ничего не связывается у него. И получилось, что идеальным государством является современное Гегель – прусское государство, прусское монархия. И Марс разобрал это в критике гегельской философии право и показал, что это ненаучное произведение. То есть тут без какого-то вклада большого в науку не получается система научная. Вы просто не можете, вы просто взять истолковать гегельскую систему материалистически, и все на этом. Нет, не все. А как оно, применение к обществу? А вот применение к обществу – этот номер, который у материалистов, как говорится на первом плане, что вот материя первична, сознание вторична не проходит. Потому что ваша… вот каков вы, это зависит от чего? От сознания вашего или от бытия? Или от того, от другого? Чем определяется вы? Чем определены? Как человек, как личность? Чем? Ну, в совокупности. Я думал, вы скажете, чем, что у вас на лекции присутствует. А вы даже не могли додуматься до этого. А уже, можно сказать, экзамен у вас был в кармане. Человек, писал Маркс в тезисах о Фербахе, есть продукты, обстоятельства и воспитания. Если по-серьезному, продукты, обстоятельства и воспитания. То есть, если кто-то понимает так буквально, что человек определяется, каким является человек, его бытием, это совершенно неверно. Вот на каком… где вы сидите, на передней парте там или на четвертой? Нет, этим не определяется. В какой вы куртке или в свитере, или в рубашке вы ходите? Не определяется, что вы съели. Хотя, вот пойдите в метро, и там вы увидите. Такая красивая девушка, и рядом такие красивые очистители воды. Я – это то, что я пью. А вы – это то, что вы едите? Нет? Вот пьяница мог бы сказать, я – это то, что я пью. Даже наркоман себя отличает от наркотиков. Он все равно как-то дистанцируется. Говорит, вот хватит, съел килограмм, и все, больше не буду. Завязан. Кто-нибудь знает, что такое наркотик, кстати? Я вот, у нас есть товарищ, который на конфликтологии. Мы с ним долго это обсуждали, потому что он как бы хотел заниматься социальной философией. И мы с ним и с этим затронули. А что это такое за явление? Он говорит, это вот наркореальность. Я говорю, это не наркореальность, а наркоотрицание. Потому что реальность – это общество. А это отрицание общества. Наркомания, правильно? Это отрицательное явление в обществе. А вы берете вот эту самую наркоту за реальность, а общество уже как отрицание. У вас все наоборот. Как же вы поборетесь с ними? Они уже вас побороли уже в сознании, в голове. Это раз. Второе. Что такое наркотик? Если вы скажете, что это вредное вещество, так тогда у нас наркотиков вообще. Чего только нет у нас, что наркотики. Ни в коем случае с земли не поднимайте и не ешьте. Ну, правильно? Но собаки могут. Из луж не надо пить. И так далее. То есть, вот если я скажу, что наркотик – это вредное вещество. Да, вредных веществ полно. А наркотик – это такое вредное вещество, которое первое, что делает, – это сламывает сопротивление его потребления. То есть, если вот так вы его начали принимать, то потом остановиться могут только отдельные единицы, очень волевые. Правильно? И все. Поэтому на этом построено, например, как? Приходят в школу люди, дяденьки хорошие, добрые, дают таблетки. Покушайте, попробуй. Попробовал. Потом еще. Потом еще. Потом еще. А потом это денежку будет стоить уже. А хочется. Ну, денежку тебе на завтрак дали же, мамочка дала, папочка дал. Давай сюда денежки, вот тебе наркотик. А потом уже этих денежек не хватало. Ну, так ты пошеруди там у папочки, у мамочки. Денежку найди, да принеси и получи наркотики. Тогда он начинает шерудить у мамочки и у папочки. А потом он уже начинает по улицам ходить и шерудить. Егешь? Вот так надо. Специально она не берет на лекции. У нас, говорит, подозрительный, говорит, профессор, может, еще неизвестно, кто он, что будет. Это правильно. Не надо никому доверять. Все, не надо. Как Ленин говорил, тот, кто в политике или в экономике верит на слово, круглый дурак. Я обиделся сначала, потом начал дальше читать. Там написано, кто в экономике верит на слово, круглый идиот. Я успокоился. Думаю, да, не надо доверять. Сколько народу-то доверчивый, так идут, несут, 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 несут. Итак, что нужно сделать, чтобы получила система? Понять, а как в обществе формулируется материнство, моделистический принцип. И вот у Маркса Энгельса сформулировали принцип моделистический таким образом. Общественное бытие определяет общественное сознание. Не бытие определяет сознание, а общественное бытие. А общественное бытие – это что? Положение в производстве. И общественное производство, и положение в нем. общественное бытие это экономика грубо говоря общественное производство вот оно сознание определяет если общественное бытие буржуазная какая надстройка в спокойном состоянии вот в революционные моменты бывает наоборот победила социалистической революции отстройка пролетарская какая-то основа есть материально есть положение рабочего класса в производстве не само не все производство положение рабочего класса в производстве делать его заинтересованным в том чтобы переделать и экономику и сделать это же социалистической но это длительный процесс в россии это заняло 18 лет нам китайские товарищи обещают это же сделать за сто лет не спеша чё спешите они так уже самый крупный экономик в мире чем пишите это ну конечно крупнее как сейчас она так по некоторым оценкам вот там ваши товарищи официально говорят что чуть второе место на самом деле по их посмотреть по вбп первое это во первых во вторых у вас темпы роста 7 и 2 американцев 2 и 7 поэтому это вопрос но не в этом году следующем будет больше то есть этого не вопрос что это это такой такие показатели темпы роста экономики темп роста экономики в америке 2 и 7 десятых процентов в год а в китае 7 и 2 или немножко меньше но во всяком случае примерно больше чем в два раза выше чем в соединенных штатах америки поэтому вопроса о том что а превосходстве со стороны китая соединенных штатов он так как и решается без каких бы то ни было переворотов революции тоже потому что все это уже сделано здесь просто спокойный использование преимущества экономики в которой 55 процентов является принадлежат пресс государства диктатуру пролетариата государственный сектор китай 55 процентов а у нас сколько вот я знаю сколько в китае вы знаете сколько у нас в государстве на сколько но где-то меньше 55 темнота позорите великий китайский народ 70 процентов ввп на государственных предприятиях 70 70 только у нас государства буржуазные вещи в чем делать у вас государство пролетарская у нас буржуазные поэтому от того что у нас 70 процентов ничего мало что меняется на что делают отдельный как бы плавают в этом море отдельные части этой государственной собственности не объединены никаким планом никакой программы ничего этого нету поэтому они себе надувает большие зарплаты а то что остается все отдают вот все отдают но сначала большую зарплату все устанавливают допустим у меня старые данные не последний говорят что у сечина собчак сказала что 2 миллиона в день у него зарплата я и не верю но я знаю точные данные что члены правления рост нефти получает в месяц 24 миллиона месяц это больше вашей стипендии но не намного да я как вы думаете как вот если экономика не растет если как сделать чтобы у человека было 24 минут надо и немножко эту стипендию этот поджать ее и поджимают она же с ростом цен и тарифов она же уменьшается в объеме идет хорошо или в газпроме 15 миллионов то есть они эти денежки отправляют себе на зарплату а зарплата этой издержки а потом считает прибыль то есть издержки материалы энергия закупка того сего зарплата бац посчитали остаток отдаем государству ну и получается что раз плана нет то у нас такая же картина у нас такая картина была период нэпа с 20 года был социалистический сектор сам с гулькин нос было предприятий по плану там только началось 20 года началось планомерное движение в очень узком секторе который назывался социалистический или коммунистический уклад его ленин назвал коммунистический уклад а вот это вот национализированные предприятия государственные все но они по-прежнему там где покупали сырье там и покупают тому кому продавали тому и продают прибыль как брали себе так уже не делают они просто сначала я делаю такие большие зарплаты чтобы прибыла маленько-маленько а всю прибыль без остатка отдают потом государство так и было пока постепенно их вот не захватило это вот течение по созданию планового хозяйства и после этого все нормализовалась и у нас появилась плановая экономика а у вас она наполовину плановая на половину пока она не плановая а товарная вот такая картина и у на у нас хуже было там не половина у нас двадцатом году какие-то проценты были только социалистические коммунистический уклад а остальное было вот такое вот как в госкапитализм это называлось госкапитализм можно сказать что вот Вот этот ваш сектор, в котором действуют предприятия государственные, но стихийные – это госкапитализм. А вот если там капиталисты отдельные – это частный капитализм, частнохозяйственный капитализм. У нас было пять укладов. У вас примерно такая же картина. Патриархальный – сами произвели, сами съели. Мелкобуржуазный – сами произвели, отправили в Америку продавать. Или в Россию. Третий – частнохозяйственный капитализм. Это вот отдельные капиталисты ведут капиталистическое хозяйство. Госкапитализм – государственные предприятия, а планом неохваченные. И коммунистический уклад – государственные предприятия, и планом охваченные, и направленные в общественных интересах. Тогда они дают общественную собственность. Государственная собственность сама по себе не дает общественную собственность. У нас 70% государственной собственности, а общественной – нету – нуль. А у вас общественная есть – 55%. Это немало, больше половины. То есть стакан не полупустой, а полуполный. Даже больше, чем полуполный. И вот таким образом, благодаря тому, что было выяснено, что общественное бытие определяет общественное сознание, появилась научная методология исследования общественных явлений. Вот мы ничего не поймем, если не будем учитывать определяющие роли общественного производства. Ну вот с таким инструментом нам ничего не стоит, например, сказать, чем закончатся эти выборы. Правильно? В чем проблема? В чем мы не знаем, какая у нас собственность, в большинстве нашей, какая у нас экономика, и, соответственно, кто и выиграет. Ну и другие все вопросы тоже решаются таким же образом. Означает ли это, что само по себе положение в производстве определяет? Нет. Вот, например, была у нас война с фашистской Германией. Кто к нам сюда пришли? Капиталисты летали на Мстершмиттах? Мстершмитт летал. А из пушки стрелял круп. Из одной. Как было? А было так, что пришли рабочие. Какие? Немецкие. А что у них было в голове? Ну какая экономика? Такая голова. То есть такое и сознание. Общественное бытие определяет общественное сознание. А вот насчет того, что бытие определяет сознание, такого нигде нет. У него нет такого. О, нет половины. Это не научное положение. Хотя вы спросите, вот можете, ради проверки кого-нибудь. Так все и считают. У тебя определяет сознание. Если вот вы сидите на четвертой партии, вот она это вот и определяет ваше сознание. А вы на второй. У вас сознание выше. Нет, у него сознание темное. Он же в черном сидит. И мысли у него черные все. Сейчас вот сидит, не улыбайся, сейчас набросится и что-нибудь сделает плохое. А если черные все объединятся здесь? То есть вот такой примитивизм существует. Если бы это было, если бы это не было, я бы об этом не говорил. На самом деле вот огромное большинство людей, незнакомых с философией и теорексикой, они считают, что бытие определяет сознание. Где вы такое, говорю, читали? Где вы такое читали? У кого? Ни у кого этого нету из ученых. Нет, прочно так. То, что я пью, то есть то, что я ем, то я и есть. Ну вот и все. Ну, Ленин был, Луринин. А он был вождь рабочего класса. А Маркс был буржуарный интеллигент по положению. Правильно? Но были такие обстоятельства, что он стал вождем рабочего класса мирового пролетариата. Энгельс, ну он вообще капиталистом потом был. Сначала сын капиталиста, а потом папа умер, и денежки появились дополнительные для поддержки Маркса. Маркс писал «Капитал». Так что у нас? Если что, определяет то, что написал Энгельс, это его бытие? Нет. Вот общественное бытие, оно уже определяло, что появились такие учения, такие течения. Или общественное бытие, или бытие декабристов, что определило их позицию? Нет. Декабристы были за освобождение крестьян. Но общественное бытие, оно уже было такое, что уже развивались капиталистические отношения, и они были правосвестниками, эти декабристы. Правильно? То есть вот тут, чтобы мы не впали в вульгаризм. И вот когда это открытие было сделано о том, что общественное бытие определяет общественное сознание, когда была обозначена вот эта решающая роль производства, что, да, Маркса и Энгельса никто этого не делал, не формулировал и не знал, после этого появился исторический материализм. Можно сказать, что исторический материализм включает в себя и диалектический материализм, или материалистическую диалектику. И это не две какие-то науки, а просто исторический материализм – это целое всё. Ну, естественно, его методология – материалистическая диалектика. Вот у нас разные есть точки зрения, в том числе в Институте философии. Допустим, вы сидите, и вы идеалист. Может такое быть у нас? Такое есть. Я вот сюда предлагаю выйти и сказать, поскольку вы свой идеализм прилагаете к истории, выйдите сюда и скажите, я исторический идеалист. Вот я говорю, я исторический материалист. Все знают. Ну и встаньте и скажите, я исторический идеалист. Не хотят. Я говорю, что вы боитесь у нас капитализма? Идите сюда. Нет? Ну, начинает темнить. Вот вроде того, что есть три ада бытия. Книга такая была у Саготовского. Как бы вот бытие – это вот материя, бытие человека и… Ну, сейчас Бог не говорят. Ну, Бог-то неприличный. Ну, транссидентный. Транссидентный там. Или доклад на конференции по антологии. Антология – учение о бытии. Что вот доклад, смысл такой, что вот есть предметы разные, да? Вот если они не наделены смыслом, эти предметы, то их и нет. Красиво же, правда? Вот если ваша вот эта вот тетрадка смыслом не наделена, то ее и нет. Ну, правильно? Ну, она у вас наделена, поэтому она и есть. И вот рассказывает, рассказывает. Ну, я люблю вопросы задавать. Говорю, можно вопрос? А я там секцию одну вел. Антология – это учение о бытии. Там разные секции были. Говорю, можно я спрошу? Значит, я правильно понял, что вот есть ли вот предметы? Вот смотрите, тут три предмета. Вот я вижу прямо здесь. Вот это вот часы, это вот телефон, это тетрадь. Три достаточно нам. Больше нам не переварить. Мы, народ, у нас тяжело с этим делом. Три, понимаете? Четыре уже, поэтому слишком. Перебор, уберите. Уже голова заболела. Три предмета, да? Вот тетрадка, телефон. Вот они, если они не наделены смыслом, то их и нет. Правильно? Я говорю, а кто? Спрашиваю, а кто наделяет? Ну что, вы, я или? Прецедентное. Он говорит, ну да, понятно. Значит, если они не наделены смыслом, то их и нет. Но если их нет, то нечего и наделять. Докладщик говорит, Михаил Васильевич, зачем вы так? А я говорю, а умничьи-то куда я могу деться? И так мы и закончили эту дискуссию. Ну а из-за с таким всегда территория смыслов. Не слышали такие фразы? Территория смыслов. Ходят с этим. Потом всякие проводят учёбы, собирают молодёжь. И там что-то такое глубокомысленное вещают. Такое таинственное, глубокое. Или, как Гегель говорил, про философию якобы Бёме. Она погружает нас в самую глубь, но в смутную глубь. Вы на территории смыслов сидите или не на территории смыслов? Смысл есть в вашем тут сидении? Ну если есть смысл, сидите. Нет смысла – уходите. А можно по-другому поставить вопрос? Ну в том, что вы уйдёте, смысла никакого нет. Сидите. То есть, так сказать, слова-то можно всякие говорить. То есть вокруг этого начинается всякий крутёж. В итоге что мы имеем? В итоге мы имеем восхождение этих систем. Одна система аристотелевская, другая система гегелевская. И третья система – это система Маркса Энгельса. И никакой более высокой системы человечества не создала. Может, никогда и не создаст. Потому что, вот скажем, Менделеев давно жил, но другой системы, кроме системы, периодической системы алиментов, нету в химии. Правильно? Или, скажем, в физике есть. Сколько систем? Две? Одна Ньютоновская и другая Ньютоновская. От того, что Ньютоновская умер, а мы сейчас в 22 век перейдём, и что? Эта система провалится, что ли? Не провалится она никуда. То есть, научных систем много не бывает. В политэкономии, кроме капитала, ни одной научной системы нет. Ни одной. Поскольку я изначально не экономист, я поступал в аспирантуру экономического факультета, думаю, надо мне подготовиться, если будут, спрошу тебя. Я не знаю. Я купил там современное течение экономической мысли такой толщины, и такая большая книга такая вот. И читал всё лето. Кто влез, кто под рва. Никакой системы. Вот у вас мысль туда пошла, а у него туда, у него туда, а у меня сюда, а у этих туда, и так далее. Это просто изложение представлений. Как вы считаете? Никакого выведения нет, никакого доказательства нет. А я всё-таки был приучен, и в математике это всё доказывается. Так же нельзя на веру брать. Мало ли кто что сказал. Вот, например, сейчас ходит и выступает на «Эхо Москвы» Евгений Ясин, научный руководитель высшей школы экономики. Вот он был в аспирантуре, когда я был в аспирантуре. И вот я читаю аспирантский журнал, сборник смотрю, какой-то Евгений Ясин страницами дует, без ссылки, с книги Блюмен, математическая школа. А мне как раз профессор Смирнов дал её прям жёлтая такая, от книжечки две. Субъективная школа в политэкономии и математическая школа. И я смотрю, вот ты молодец какой, жулик, вор. Потом время проходит, и это оказывается научный руководитель высшей школы. И у него есть жульнические, и диссертации, и то, что если вы послушаете, одна пустота. Рынок всё решит. То есть я ничего, думать не надо. Зачем на лекцию пришли? Вот аудитория всё решит. Сама. Ну всё. То есть такая пустота, никчёмная. И всё у них разваливается, говорит, ничего, выход только один. Мелкий бизнес. Ну, если у вас мелкий бизнес, крупный сел, ваш мелкий бизнес, соревнования, если идёт конкуренция, соревнования бывают буржуазные и социалистические. Социалистические соревнования, мы с вами боремся, и если вы что-то новое нашли, вы мне подскажете, если я нашёл, вам подскажу. А если у нас конкуренция, или я вас съем, или вы меня съедите, правильно? Ну, если я крупнее, я вас съем. А если вы меня крупнее, вы меня съедите. И будет нас уже не столько человек, а всё меньше, меньше, меньше. Давайте поддержим мелких, то есть тех, кого съедают. Так они неэффективны, если их съедают. Если вы эффективнее меня, так кто кого должен съесть? Вы меня и съедите, если вы эффективнее. А если я вас съел, значит кто эффективнее? Вот я эффективнее. А что вы хотите поддерживать? Что вы его поддерживаете тогда, если я эффективнее? Вы его поддерживаете, если он эффективнее. Если он меня съел, его и надо поддерживать. Правильно? Ну, давайте ему большие задания. Пусть построят мост такой крымский. Они там такие строят колоссальные сооружения в Китае. Нам не снились о России современной. Колоссальные. Посмотреть по объему вообще. Из бетона и из стали, что делают. У нас там разговаривают про скоростные поезда. А там сколько у вас? 400 километров в час? 300. А, 300. 350, да, милость. 350 всего лишь летит. На подвеске электромагнитной, да? Это только существует в Шахае? Ну, сколько там в Шахае? 450. 450. Он хотел скрыть вообще самое достижение Китайской Народной Республики. 450, а подсовывает 300. Как всегда, знаете, продавцы? Они там, кстати, какой-то гнилой товар дают, а хорошенький приберегают для любимчиков. Это вообще не китайский. 450, а? Это не китайский. Ну, в Китае построили. Мы тоже построили трактор «Фордзон». Первые годы советской власти нам «Форд» помог. Но это потому, что… Но мы ракету, но ядерную бомбу мы сделали сами. Водородную. Атомную мы вторые. А водородную Россия сделала. Так вот, прикинули. Ну, и все начинается. Китай же тоже молодая страна. А как социалистическая страна молодая. Поэтому никто от вас не требует так бежать. И так быстро бежите. Хорошо. Вот, 450 километров в час. У нас есть такое что-нибудь? Нету. А нам бы сказали, о, это очень дорого. А дешево, когда вы будете долго, долго ехать. Это дешево. Хотите ехать вне времени, садитесь на «Стрелу». Я учился, в Москву. И без пяти вы садитесь, 12, и в 8 пребывайте. Красота какая. Прямо приходишь, там все постельно, ложишься. Потом открываешь глаза, ты в Москве. Нету времени вообще нисколько на дорогу. Не тратится нисколько. А если ты четыре часа в этих сапсанах трясешься и смотришь так напротив, сидят, ты смотришь все время. Сначала смотришь с удовольствием. Потом так уже привыкаешь. Потом уже с отвращением. Ну, так, ну, сколько можно сидеть, только сидеть, и сидеть, и сидеть. А тут списка достала, все, пошел. А так же обратно пришел, все, и приехал. Какой смысл этот все? Куда они торопятся? А чтобы быстренько там держать, решить, и банкет. Вот почему скоро. Потому что иначе нет, надо ресторан идти. Что такое? От чего? От скорости. Вот как философия, она же не терпит суеты. Что, вы думаете, вы быстрее прибежите домой и лучше будете знать? Еще не получится все равно. Так что вот получаются три системы. И поэтому современная система – это система исторического материализма, которая включает в себя диалектический материализм. А диалектический материализм включает в себя что? Диалектику, разработанную Гегелем, идеалистом. А диалектика включает в себя формальную логику. Без формальной логики вы же не можете построить диалектическую? Потому что есть какое рассуждение? Диалектический тезис, антитезис, синтезис. И, соответственно, рассуждение идет с учетом этого. Тезис, антитезис, синтезис. Я вам рассказывал, наверное, про баню, да? Такой диалектический. Рассказывал? Ну вот. Ну вот там же тезис, антитезис, синтезис. Поэтому в чем, так сказать, современность этой системы? Современность ее в том, что она включает все, все великие достижения. А те достижения, которые были еще какие-то мелкие, они не являются определяющего характера. Они носят, они как бы рядом. Если вот вы видите, там большая стройка рядом, какие-то хорошие камешки есть. Можно подобрать, положить себе. Есть бумажное производство, можно закладки делать, какие-то обрезки. То есть так далее. Системы не образуют. Поэтому вот имеем мы такую. Это нам жизнь облегчает, студентам особенно. Почему? Вы учили, изучили это трудно, но изучили и это на всю жизнь. И навсегда. Раз навсегда. А не то, что вы сейчас только что изучили, потом говорит, Иванов придумал совсем другое. Наоборот. А потом Петров придумал. А тут и Сидоров созрел. И все. И все ваше изучение, все полетело в тар-тар-ар-ры. Вы изучаете что? Вы изучаете современность или вы изучаете то, что было? Вы что изучаете? Вы историк? Что изучаете? То, что было? Или современность изучаете? Ну вот. Современность как результат предшествующей развития человечества. Вот надо как результат это и брать. И философию надо брать как результат предшествующего развития философии. Тогда у вас целые и какие-то там моменты новые можете тогда определить. Если вы знаете это движение, вы можете увидеть, что вперед, что назад, по крайней мере. Что достижение, а что утрата. Вот после этого вступления Хочу вам сказать, что Люди, которые считают науку логики Они Укорачивают себе дорогу очень сильно Научную дорогу Научную дорогу, дорогу к успехам Я вот в перерыве Принес эту книжку Своему директору Сергею Ивановичу Дуднику Мы с ним там Минуту разговаривали, я ему подписал Отдал, он говорит Вот я недавно встречу имел с одним очень крупным Коммерсантом, капиталистом Он говорит Сергей Иванович, знаете, что мне помогло В бизнесе больше всего? Что? А диалектика Ну это универсальный инструмент, правильно? Везде же помогает Чем занимается, там и помогает Если у вас есть какой-то Инструмент, в том числе Для развития своего ума Ну, правда, есть и другой способ Я вам рассказывал, как встречается Заведующий Кафедры математической И вместе на одной парте Коммерсант такой Очень богатый человек И вот такой ехицей Заведующий кафедр говорит Слушай, ну откуда у тебя вот столько денег? Ты же не мог 2 на 2 умножить 2 плюс 2 сложить Ого, я, говорит, за 2 доллара Покупаю За 4 доллара продаю И на эти 2 процента и живу То есть он, как и раньше не мог посчитать И сейчас не посчитает Кубик продакшен Интернешнл Т.д. У него предприятия Ну вот С учетом Вот этого Некоторого нашего Введения и вступления К пониманию того Что такое Современная философия Можно посмотреть на те Философские течения Которые существуют Наряду с марксизмом Рядом с ним Некоторые их берут Вместо марксизма Сейчас такая ситуация Как вы хотите Такое берите У нас есть Господствующая идеология В нашем государстве Какие-то злодеи Требуют, чтобы записали В Конституцию А у нас не записали А раз не записали Значит и нет То может будет Может идеология Марксистская будет В Конституции Ну если Рабочий класс В классе придет Тогда и запишет А буржуазия Устаканится Она начнет теснить Марксистов Запишет Главное должно быть буржуаз Но буржуазия стесняется Писать, что буржуазия Она говорит Народа всего Идеология Как-то что-нибудь такое Напишет Но нету господствующей Идеологии Нету у нас Поэтому у нас все Свобода, равенство и братство Свобода, равенство и братство Это буржуазный лозунг Какая свобода? Свобода есть у бомжей? Что смеетесь? Самая свобода Значит не приходят Ни платежки никакие Ни за свет Ни за газ Ни за телефон Ни за квартиру Ни за воду Ничего не надо Так? Налоги платят бомжи? Нет Свободные от налогов И паспорта у них нет Потому что пришли Забрали И сделали На фирму какую-то Зарегистрировали Деньги сняли Паспорт взяли Для других Целей Нет у него и паспорта Никто Никому он не нужен Он полностью свободен Летом он вообще свободен Он сидит на помойке Сейчас книги выбрасывают Он Сорона у нас Высоко образованная Хотят заменить книги На какую-то там Другую мебель Там будет просто Картинка книг Не обязательно Чтобы они стояли живьем И вот он сидит Читает На свежем воздухе Тепло Ну и еду приносит Сейчас еду приносит Некоторые собаки Не едят у них А эти люди Такого не имеют И вот они До лета До зимы Отлично живут Но зимой хуже Зимой если найдут Теплотрассу И там люк То выживет Но это нет и нет Ну свобода Они ведь не господствуют Они не господствуют Какая-то лозунг Они так не понимают Свобода Это вот Куда хочу Что получится То и получится Свобода Равенство Какое равенство Какое равенство Буржуазии А равенство Капиталу То есть На равный капитал Равную прибыль Это полностью Обеспечено Потому что Капитал будет Это в третьем томе Капитала показано Если у вас Меньшая норма Прибыли То Вы не будете В этой отрасли Оставаться Вы перетяните Свои деньги Туда где больше Правильно И будете до тех пор Туда переливать Свой капитал Пока наоборот Не будет Пока не уравняется А потом даже еще Получится что Вы еще туда переливаете А уже через край Надо обратно возвращаться То есть Туда-сюда течет Ну если это капиталист Ему все равно Он пряники может делать Подшипники делать Чего еще Галоши может делать Что Ничего хочешь Можешь делать Телефоны будем делать Телефоны Неудачные Пиво будем продавать Пластмассовые Бутылки Больших Хоть и известно Что пластмассовые Бутылки Выделяют диоксины Это не очень здорово Ну что выгодно А пластмассовые Очень хорошо Для организма Человека Потому что Они абсолютно Безвредные Я имею ввиду Стеклянные Бутылки Но это же Надо их мыть Там То-се Поэтому Пивной лобби Твердо стоит На том Что Не надо нам Эти бутылки Давайте Пластмассовые Будем продавать Это пиво Пусть пьют Много Много Купят И пьют Потом Недавно Выяснили Что Коньяк На 51 С лишним Процентом Не из коньячного Спирта Сделан Как бы Условный Коньяк Ну Бизнес Капиталист Вот Поэтому Такая сейчас Ситуация В философии Если брать Так сказать Как Брать философию Просто как Набор Всяких Глядов Позиций Что угодно Есть Философия Пива Философия Молчания Философия Жеста Потом Отдельно Конспирология Вот вы на меня Так смотрите Подождите Вы хотите Выведать У меня Все И потом В Китае И рассказать Я и так Уже У меня Опубликована Работа Математика В политэкономии С Моисеенко На китайском языке В Китае И мало того Что гонорар Нам не заплатили Может там уже Миллиарды у меня Юаней Вот А вы еще тут приехали И хотите Выведать Теперь философию И все После Оружие Оружие Отдали Отдали Все Японцев Разгромили Миллионную армию Спасли вас От японцев Спасли А все Бесплатно Вам идет Пора уже Как-то Сейчас уже Соха Нагорела Прибыли наши Советские Они бы не попросили С вас денег Сейчас же у нас Буржуазная Россия Ну а все Все уже За деньги А мы Преемник Той Того Советского Союза И вот Россия Хочет за то За то самое Получить С вас еще Деньги Мы же Входим У нас Союз У нас Два Союза С Китаем Один Называется Как ШОС ШОС Санхайская Огранизация Сотрудничества Второй БРИКС Бразилия Россия Индия Китай Эти все Для Для антуража Чтобы незаметно Было Что это Союз Россия Китая Правильно Странно А вот Если Вооружение Сложить Вместе То мы Опережаем Америку По Ракетно-ядерному Потенциалу Поэтому Наши Товарищи Из Китая Сразу заявили После выступления Путина А мы Дружим С Россией Как только Рассказали Какое у нас Есть оружие Мы с Россией Дружим А американцы Говорят А мы Не дружим Ну смотрите Как хотите Вот такая ситуация Это Так называемый Философия На сегодня На сегодня Ну и Есть вот концепция Какая Концепирологическая Концепция Вот вы Пришли сюда И хотите Выведать у меня Что я знаю Про философию Да Как вы Шпион Китайский А они Я не знаю Вот вы хоть Открыто До Китая Это делаете А они Вы в какой Разведке МИ-6 Нет Кто тут Испанский Шпион Какие еще Португальский Вы Немецкий Шпион Я В Ю-5 А Он В МИ-6 Я в Ю-5 А ну все То есть Это сидят Вот смотрите Они все сидят И хотят выведать Что я знаю Но наступит время Экзамен Я буду сидеть И выведывать У вас Причем С каждым Персонально буду Выведывать Что вы узнали У меня Чтобы доложить Своему руководству Вот То есть Как бы мы все Выведываем тайны Все у нас Это никакие не лекции И никакие не экзамены Это просто Вот и вы хотите узнать И я хочу узнать И везде Это конспирация Такая Тайны Тайны Философии Курс Давайте так назовем Ну он так и есть Тайны Философии Только я И так У нас в программе Не стоит Но смысл-то в этом Вы хотите Выведать эти тайны А я потом Эти тайны В обратную сторону Хочу из вас Вытянуть А вы не выдаете Эти тайны То есть Самый высший пилотаж Тот кто Не выдает Я ему ставлю тройку А он стоит Хоть бы хны Потому что Ему сказали Не выдавать А вот эти слабые люди Они на отлично Выдают сразу Все секреты И на философии Ну вот одно Я вам уже назвал Ветвь Вторая ветвь Вот Есть Герминевтика Слышали такое слово? Красивое же слово Бросьте эту диалектику Занимайтесь Герминевтикой А что такое Герминевтика? Сказать? Нет Герминевтика Это искусство понимания То есть У вас понимание есть А искусство понимания нет Вот когда будет Искусство понимания Будет у вас Герминевтика А сейчас Просто понимание То есть Понимание Ноль Грош ему цена А искусство понимания А искусство понимания За науку или искусство? Искусство А у нас Институт? Институт Пусть идут У нас два Факультета искусств Значит, все, кто будет мне рассказывать искусство понимания, вот идите на те факультеты. Один возглавляет Гергиев, второй возглавляет Кудрин. На гориллерное искусство, факультет свободных наук и искусств. Ну, если это искусство, так пусть там они этим и занимаются. У нас один с кафедрой ушел, погребняк там теперь, на полставки был. Там, вы говорите, уходите на ставку, и все. А студенты еще проще отсюда отправить. Так, что еще у нас есть? Есть у нас экзистенционализм. Слышали такое? Ну, красиво же называется. Вот беда, вот те, которые науку логики не читали, они могут восхищаться. Я при всем желании хотел бы восхититься этим экзистенционализмом, но не могу. Почему? Потому что я, к сожалению, знаю, что вот существует два тома науки логики. В первом томе, в первом томе, есть две книги. И есть второй том. Это субъективная логика. Берем первые два тома. Первый том, объективная логика, в нем две книги. И учение о бытии, и учение о сущности. И начинаю там искать существование. Экзистенционализм – это от слова «экзист», да? Ну, если это «экзист», я начинаю листать и искать, где там это. И нахожу его в учении о сущности. Сначала мы рассматриваем рефлексию. Потом рефлективное определение. А рефлективное определение – это тождество, разность, различие, противоположность, противоречие. Противоречие разрешается в основании. Основание имеет основное. Если основание есть основное, и есть без основа. Эту основу образует основание, условие, и когда для какого-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Чувствуете, запахло экзистенционализмом? Существование и вот оно. Существование – это восстановленное через сущность бытие. Так, у Гегеля. Восстановленное через сущность бытие. Так это одна категория учения о сущности. Кроме этой категории, там есть, во-первых, рефлексия. Я уже называл. А чем вам не нравится наука о тождестве? Вот тождество всегда, тождество различного, правильно? Вот мы с вами тождественные же, правда? Чего смотрите? Вы человек, я человек. Значит, мы тождественные. Ну, а тождество всегда, тождество различное. Он хороший, а я не совсем. Поэтому вот различное, да. Тождество всегда, только тождество. А если я скажу, я – это я, вам это не понравится. Записывайте. Я – это я. Ну, хотите, пишите. Вы – это вы. Пожалуйста. То есть, если человек выйдет и скажет, ёлка – это ёлка. Давайте запишем. То есть, только тогда есть какое-то продвижение, когда есть различие. И вообще никогда равенства абсолютно нигде нет. Вы можете найти что-нибудь абсолютно равное? Гегель рассказывает про времена Лебница. Когда Лебница это рассказал, придворные дамы пошли искать листочки, два одинаковых листочка, и не нашли. Гегель говорит, счастливо, было время для философии, когда можно было просто гулять по двору и сравнивать листочки. А вот вы здесь сидите. Я давно уже вас призывал. Когда это будет, вот, возможность пойти в летний сад? Ну, что, пешком пойдём или как? Если мы пешком пойдём, у нас время всё идёт. Первые два часа идём, час занимаемся, дальше уже кто придёт на другие занятия, кто нет. Меня уволят. Если мы сорвём другие занятия, если мы уложимся с вами, или кто-то есть, если кто богатый, давайте на корабле поедем по Неве. Нету, да? Что за люди пошли сейчас? Какое-то время, вот, даже ни у кого нет корабля. А у Брамовича есть. И у вас нет корабля? Ну, какой-то такой корабль, баржу хотя бы. Пусть её тянет какой-нибудь буксир. А мы будем сидеть и обсуждать. Нету, да? Ну, ладно. Будем жить так. Вот их существование. Кроме существования, ещё какие мы знаем категории учения о сущности? Вот я уже. Противоречие слабой категории? Нет, это не надо. Противоположность слабая? Единственная противоположность слаба? Слаба. Нет, мы будем только существование изучить. Вся философия сводится к существованию. А существование, оторванное от условий и основания, это не существование, а простое бытие. Это голое утверждение бытия. Поэтому на самом деле, это только кажется, что это существование. Это никакое не существование. А это просто бытие. Люди выдают бытие за существование. А кроме существования, какие ещё есть категории, великие в этом, после существования идёт категория учения о сущности, явления. Явления – это красиво же, это тоже бытие, только какое бытие такое, под которым есть что под явлением, у каждого явления есть закон. Что такое закон, кто-нибудь может сказать? Ну вот если Гегеля читали, можете. Я вот, никто не запрещает вам читать наукологию, никто. И я не могу вам запретить. И директор не может вам запретить. Никто, и ректор не может вам запретить. Значит, закон есть спокойный в явлении. Представляете, там явление тут всё бурное, там, вот оно всё время улыбается, а может, против меня что-то злое уже затаило. Нет? Откуда я знаю? Так на поверхности не видно. То есть мы различаем явление и сущность, которые спокойны, спокойное царство законов и беспокойное царство явлений. И это экзистеналистам до этого не дойти. Они только существование одно. Вырвали кусок, и вот они его жуют. А дальше? А есть ещё категория действительного. А вот если вот это то хорошее, что у вас есть в душе, прямо у вас вы уже в глазах. То есть прямо оно на поверхности. Да? И видно сразу, что человек хороший. Это же хорошо? Это действительное. Это не просто там существование. Где-то там внутри что-то есть такое глубокое, которое, так сказать, доходит до поверхности. А это прямо оно уже на поверхности. Вот в том, что вы делаете сейчас, здесь и сейчас же есть что-то великое и хорошее. Правильно? Вы вот пишете, а вы помогаете тем самым строить социализм в Китае? Как нет? А зачем тогда пишете? Сольгите туда это всё. А вот он, я знаю, шпион. Помогать социализм не хочет строить. А что, помогать разрушать хотите социализм? Не-не-не, конечно. А то мы позвоним. У нас есть консульство китайское здесь. Скажем, что странный человек. Вот были в том потоке, всё нормально было. А здесь подозрительно сидит почти на первой партии. Всё записывает и говорит, я его спрашиваю, хотите помочь построить социализм? Я говорю, ни в коем случае. Да. Но и ломать не хочет. То есть пусть оно идёт само и своим чередом, а он своим чередом будет развиваться. Ну ладно. Ну в каждой шутке есть доля шутки. Категория действительности. Мощная категория. А тут вырвали только одну категорию и жуют её. Ну как так можно? То есть если человек системы не знает, диалектики, ему кажется, как красиво, как красиво. Ну понятно, что если вы не видели ничего хорошего в жизни, так вам всё кажется красиво. И вы не видели никогда леса. Вот на Западе они не видели снега. Пусть поедет по России, увидит. В Москве сейчас много увидели. Топят, топят. Этот снег не могут растопить. Я приехал в первый раз вот в Бельгию 26 декабря. Там ни о каком снеге даже и речи быть не может. Я приехал в шах, в зимнем пальто. У нас тут мороз. А меня встречают там. А что встречать? Видно уже, что из России приехал. Что тут непонятно? Зачем эти все картинки там с подписями? Ну вот. Так что, вот это ещё одна философия. То есть, это такая, сегодняшнего дня философия есть. Можете читать, изучать, кто хочет. Я не возражаю. Пожалуйста, изучайте. Можете рассказывать на экзамене. Ну просто надо понимать цены этому делу. То есть, есть вот большая система, включающая вся в силу, предшествующую философию. А есть всякие брызги. Вот я возьму и что-то скажу ещё. И каждый раз во всём можно найти что-то хорошее. Вот, допустим, вы нашли кирпич. Во-первых, на кирпич можно поставить утюг. Можно взять домой. Во-вторых, кирпич можно нагреть, и у вас потом будет, когда вот, например, батареи-то не будут работать, а вы в кастрюлю-то кирпич горячий положите, поставите, и у вас будет теплее в комнате. Вот. И можно защититься, если на вас нападают. Он с ножом, а вы с кирпичом. Неизвестно, кто победит. То есть, это вот так просто. Надо внимательно ходить. Всегда что-нибудь... Говорят, там же есть что-то хорошее. Конечно. Во всём. Вот, например, некоторые говорят, ну, там же есть зерно, вот в этой философии. Конечно, есть. Возьмите навоз, там всегда есть зёрна. Вот если вы навозом удобряете участок свой, обязательно вырастет овёс. Ну, в малом количестве. Не то, что если вы возьмёте эти зёрна овса, посеете, конечно, у вас будет так стоять стеной. А тут у вас будут они свободные такие, хорошие ростки овса. Обязательно будут. И вот есть два рода людей. Одни всё время, значит, копаются на воде и находят зёрна. Их промыть надо, просушить. И можно из них сделать потом муку и сделать пирожки. Ну, какие-то дураки, они прямо вот высевают и комбайнами выбирают эту самую пшеницу. Ну, это люди, которые не ценят того, что само попадается по пути. У вас протесты или вопрос? А? Не слышу. Пожалуйста, конечно. Вы не в качестве протеста уходите? Нет? Ну, тогда уходите. А у нас, между прочим, перерыв должен быть сейчас. Вот человек и уходит в качестве протеста, я понял. Перерыв. Он отнекивается, конечно, ему неудобно сказать. Всё, спасибо. Перерыв. Десять минут. Субтитры сделал DimaTorzok